МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приглашается Алексей Владимирович Петров с лекцией «Первые шаги к успеху в жизни». Давайте поприветствуем его. Раз, раз, раз. Меня хорошо слышно? Тогда доброе утро, наши дорогие студенты. Что-то мало... Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Что-то позитива в ваших голосах очень мало. Я так думаю, что с утра многие просто кашу не поели, да? Не успели, не успели. Итак, сегодняшняя наша лекция – это первые шаги к успеху в жизни каждого человека. Нам всегда кажется, что кто-то успешнее нас, кто-то добивается чего-то больше, у кого-то получается что-то лучше, у кого-то получается что-то хуже. От этого никуда не денешься на самом деле, потому что это наша настоящая жизнь. Каждый из нас – это личность. Каждый из вас – это индивид. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто сегодня с утра встал с хорошим настроением. Отлично. Опустите, спасибо. А теперь скажите, кого из вас сегодня будили родители? Отлично. Половина зала. А кто сам проснулся сегодня с утра? И поднимал родителей. И поднимал родителей, да. Еще есть, да? Отлично. Теперь у меня такой вопрос. Кто сегодня с огромным желанием хотел идти сюда? Вот видите, какие вы молодцы. А вот я больше чем уверен, больше половины зала, которые сейчас не сидят здесь, они просто-напросто решили не ходить. Знаете почему? Потому что они решили поспать, погода плохая, не выходить из дома. И вот это является одним из ключевым факторов успеха к любому человеку. Алексей Владимирович, я бы хотел еще один вопрос добавить. А кто уговаривал сегодня родителей, что обязательно надо идти в детский университет? Поднимите руку. Немного, но есть такие. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо. А смотрите, каждый из нас, каждый из вас мечтает получать только одни пятерки в школе. Кто из вас мечтает получать тройки? Тройки? Отлично. Зато честно. Кто из вас мечтает получать только одни четверки? Супер. А кто мечтает получать только одни пятерки? Это очень хорошо. А теперь задайте себе вопрос, что вы сделали для того, чтобы получать эти пятерки. Учиться хорошо. А что значит учиться хорошо? Чтобы получать пятерки, каждый человек должен очень много знать, знать много дополнительного материала, опережать тему, то есть дома прочитать, понимать и прорешивать задачки, которые будут на следующий урок или на следующую тему. Также он должен красиво писать и также должен быть очень сообразительным. Молодец. Отлично. Еще есть какое мнение? Красный микрофон, пожалуйста. Готовиться к уроку, отвечать на вопросы и слушать, что говорит учитель. И что говорит учитель. Отлично. А можно не готовиться к урокам и быть успешным? Да. Не готовиться к урокам и быть успешным. Давайте посмотрим. Да, оранжевый микрофон. Я к урокам не готовлюсь, потому что я и так знаю все темы на несколько шагов вперед. Молодец, Вандеркин. Так, еще есть варианты ответа. Просто Вандеркин, пожалуйста, да. Продолжим дальше, да. На самом деле, что я вам хочу сказать. Не готовиться к урокам. Это не есть хорошо. Потому что, когда вы готовитесь в ППХ, вы не усваиваете очень много материала, которое в будущем вам может пригодиться. Итак, для того, чтобы хорошо учиться, для того, чтобы получать пятерки и добиться в жизни больше, чем добиваются другие, вам необходимо в первую очередь поставить перед собой цель. То есть вот на картинке, видите, стоит человечек, есть большая лесенка и есть открытая дверь, в которую он может войти и стать успешным человеком. Но для того, чтобы стать успешным человеком, для того, чтобы добиться больших результатов в жизни, необходимо сделать самое главное. Первое. Это поставить цель, но, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Москва тоже не сразу строилась. Необходимо сделать что? Шаги к успеху. Отлично. Необходимо сделать первый шаг. И первый шаг, он на самом деле очень самый долгий и самый сложный. Все из вас, наверное, когда-то собирали пазл, да? Пазлы бывают разные. Бывают на 10, бывают на 16, на 32, на 162, на 500, на 1000 фрагментов. Вот вы мне скажите, что самое сложное в пазле? Начать. Абсолютно верно. Самое сложное в пазле – это начать собирать его. Потому что как только ты берешь первый пазл, к нему надо присоединить другой пазл. Но его надо найти. Его необходимо найти, и так же получается в нашей жизни. Когда мы делаем первый шаг, мы задумываемся о том, чего мы будем добиваться в последующем. То есть то, что касается учебы. Для того, чтобы начать хорошо учиться, в первую очередь нам надо научиться просыпаться с хорошим настроением. Потому что от хорошего настроения будет зависеть, как будет проходить у вас целый день. Бывает всякое. Погода плохая, мама что-то с утра спросила не так, разбудила не так. Или, допустим, приснился сон какой-нибудь плохой. Все вот это надо уметь контролировать. То есть самое главное для вас – это сделать все возможное, чтобы у вас с утра было хорошее, позитивное настроение. И вот с этим хорошим, позитивным настроением вам необходимо отправляться в школу. Но прежде чем отправиться в школу, вы с вечера должны подумать. А что я сделал для того, чтобы завтра я смог ответить на пятерку? Сделал ли я качественно домашнее задание? Правильно ли я написал, перевел текст? Насколько хорошо я выучил стихотворение? Поднимите руки, кто очень часто и очень много читает книг. Электронные, конечно, считаются. Это же тоже книги. Отлично, молодцы. Я больше чем уверен, что все вы хорошо читаете. Вы много читаете и читать необходимо. Потому что каждый успешный человек, во-первых, это эрудированный, всесторонне развитый. И самое главное – целеустремленный. То есть, когда человек говорит, у меня не получится, я это не смогу, да зачем мне все это надо? Вот эти все предпосылки – это для неудачника. Для человека, которому очень тяжело будет добиваться в жизни. Лень. Ну, может, чуть-чуть еще посплю. Вот пока вы будете спать на те 5-10 минут, которые вы пролежали в постели, уже ваш одноклассник проснулся, почистил зубы и уже думает о том, что я сегодня буду делать для того, чтобы зарабатывать хорошие оценки. Но после первого шага у нас идет следующий. Мы определяемся. Мы определяемся с тем, что мы можем сделать. Как мы можем это сделать. Для чего мы все это можем сделать. Мы видим цель, что мы должны учиться на пятерке. Если мы учимся на пятерке, значит, следующая цель у нас для всех должна быть какая? Это участие в конкурсах, участие в олимпиадах. Если мы участвуем в конкурсах, мы участвуем в олимпиадах, нам необходимо становиться победителями. И вот для того, чтобы нам стать победителями в конкурсах, в олимпиадах, мы сидим и думаем. Я не смогу это сделать. Потом мы начинаем ловить себя на мысли, что ничего тяжелого нет. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Потом идет, я могу это сделать. Я хочу это делать. И в итоге, видите, успешный человечек, который говорит, все, у меня все получилось. И на самом деле не так сложно все это было. Сложно было только начать. Сложно было собраться. Когда мы определились, чем именно мы хотим заниматься и какая цель у нас есть, мы переходим к следующему, к третьему шагу. И следующий шаг — это идти в ногу со временем. У нас 21 век, век информационных технологий, и большинство из вас большую часть своего времени проводят в электронных ресурсах. Это социальные сети, это домашние задания, где надо искать рефераты, где надо искать какие-то статьи, где надо искать дополнительную информацию, чтобы прийти на урок, быть более подготовленным. И самое главное, что как бы хорошо вы не владели информацией, будет тот, кто будет владеть информацией больше и лучше. Только потому, что он провел больше времени в поисках познания, в поисках информации. Поднимите руки, кто на сегодняшний день проводит более трех часов в социальных сетях. Вконтакте, в фейсбуке, в одноклассниках. Мейл считается тоже. Опустите. Кто проводит два часа? Кто проводит час? А кто проводит десять часов? Вот смотрите. Те, кто проводит один час, они молодцы. Потому что они уделили внимание только своим друзьям, чтобы с ними пообщаться. Все остальное время они распределяют на учебу. Те, кто проводит от двух часов и более, значит вы теряете свое время на то, чтобы стать успешным человеком. Чем больше вы общаетесь в социальных сетях, особенно если это не касается уроков и не касается вашей профессиональной учебной деятельности, значит вы зарабатываете себе минус в копилку. То есть вам придется увеличивать промежуток времени для того, чтобы добиться больших результатов, чем те ребята, которые проводят больше времени за книжками в поисках полезной информации и уходят от социальных сетей. 21 век — это век информационных технологий, это время интернета, в котором мы можем найти неограниченное количество информации по всем тем предметам, по всем тем вопросам, которые нас интересуют. И самое главное — не потеряться в этом потоке информации. Из интернета мы должны брать только то, что нам необходимо, и чуть-чуть больше, для того, чтобы мы владели информацией больше, чем другие. То есть, допустим, если ваш одноклассник не знает, сколько планет в Солнечной системе, а вы знаете, вы молодцы. Если вы не знаете, а знает кто-то другой, значит вы уже не молодцы. Если вы можете рассказать про, условно говоря, на уроке биологии про тех птиц, которые присутствуют в нашем регионе, гораздо больше, чем ваши одноклассники, вы молодцы. Если вы держитесь на их уровне, ну, значит это, скажем так, не очень хорошо. Следующий, четвертый шаг — это всегда и во всем добиваться поставленных целей. Необходимо жить с девизом «Вижу цель, не вижу препятствий». Неуверенность в своих силах порождает сомнений и слабость, а это самые главные враги успеха. Будьте устойчивы в своих намерениях и планируйте свою деятельность. Каждый вечер вы должны, приходя из школы, после уроков планировать то, что вы будете делать завтра. К чему вы будете готовиться и анализировать, с какими проблемами завтра вы можете столкнуться. Но, опять же, условно говоря, пришли вы вечером, понимаете, что завтра физкультура. Физкультуру не очень люблю, не очень хочу идти туда, но надо. Каждый из нас, когда начинает лениться, как я уже повторяюсь, значит, мы делаем несколько шагов и отступаем от своей намеченной цели. То, что мы не хотим ходить на физкультуру, это тоже большой минус. Все очень просто. Каждый человек, который занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, как показывают у нас уже и медики, и психологи, у этого человека гораздо больше шансов стать успешнее. Потому что во время занятия спортом, занятия физкультурой, наш организм и наша кровеносная система устроены таким образом, что кровь начинает активнее гулять по нашему организму. А кто может назвать еще какие-то способы, какие вы применяете для того, чтобы вы не теряли интересы к учебе? Чтобы не терять интересы к учебе, я черчу и придумываю много нового. Так, а вот рядом девушка, да. Какие у нее есть такие секреты? Я обычно расспрашиваю родителей про разные вещи, и когда я что-то не понимаю, они мне говорят, что я это попозже буду учить. Мне хочется дальше прям учить, чтобы узнать, что это такое. Спасибо. Вот красный микрофон. Ну вот, к примеру, когда идешь в школу, как бы хочешь, чтобы все было хорошо, идешь туда с желанием. То есть главное хорошо начать. Настроить себя, правильно? Да, и ты получишь пятерку, это тебе понравится, и ты будешь хотеть дальше стремиться идти к цели. Спасибо. Вот бордовый микрофон, пожалуйста. Ну вот, читаешь же интересные книги, там есть некоторые непонятные слова. В школе тебе могут объяснить эти слова, и тебе хочется дальше учиться. То есть когда мы идем к своей намеченной цели, как правильно сейчас сказал молодой человек, с хорошим настроением, все хорошо, приходим на урок, думаем, что сейчас будем получать пятерку, а тут Марья Ивановна говорит, а вот неправильная твоя точка зрения. И как вы думаете, что большинство делает? Большинство садится и думает, да как же я так мог неправильно ответить? Хотя на самом деле, включите, пожалуйста, следующий слайд, у вас должно быть всегда свое личное мнение, своя точка зрения. Даже если она неправильная, она ваша, и вы ее всегда должны правильно обосновать, для того, чтобы показать, что вы владеете информацией. Да, может быть информация в какой-то степени, она немножко у вас некорректна, но это ваша информация. Это ваша основная идея, которую вы хотите донести. Всегда надо уметь отстаивать свою точку зрения. Но это не говорит о том, что надо кричать, надо драться, надо уметь правильно объяснять. И вот когда вы научитесь правильно объяснять и отстаивать свою точку зрения, тогда вы сможете добиться еще на один шаг большего результата. Следующий шаг – это учиться правильно подавать свои мысли, а самое главное – вовремя. То есть когда у нас идет дискуссия, когда у нас идет диалог в классе, обсуждение какой-то темы, это не говорит о том, что надо выкрикивать, надо создавать там, махать руками, кричать, топать и все остальное. Надо уметь правильно вставить свое мнение, вставить свое обоснование. То есть при правильной подаче мысли и, самое главное – вовремя, вас всегда услышат. После того, как мы научились правильно подавать свои мысли, а самое главное – вовремя, мы начинаем придерживаться правильной политики. Как правило, у нас начинается в классе, те, кто начинают отставать, они начинают всегда с издевкой говорить. «А, вот ты ботаник, вот у тебя все получается, вот ты вот такой сякой». На что вы должны всегда понимать, что вы сильнее, чем все остальные, и не поддаваться на провокации. Потому что как только вы начинаете поддаваться на провокации, вы начинаете обижаться, вы начинаете сердиться, вы начинаете психовать, у вас все ваши знания начинают перекрываться вашими эмоциями. Этого ни в коем случае делать нельзя. Вы должны всегда знать о том, что вы умнее, у вас есть цель, которой вам надо добиться, и вас никто не свернет с правильного пути. Это надо тренироваться, это недели, месяц, год. Но когда у вас уже это будет систематически, вы сами даже не будете замечать, насколько все хорошо у вас получается, и насколько вы становитесь намного лучше, чем все остальные. Следующий шаг, восьмой. Многие думают, что чем я больше сегодня прочитаю, чем я больше сегодня выучу, тем завтра я отвечу лучше. На самом деле это не факт. Необходимо ко всему подходить очень качественно. То есть многие как? Читают, 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 вроде думают, запомнили, а когда начинают их спрашивать, они начинают запинаться, начинают забывать, начинают спотыкаться. Почему? Потому что во время чтения, во время прочтения какого-то материала, вот как сейчас тоже девочка говорила, есть очень много непонятных слов, которые зачастую мы боимся спросить у учителей, у родителей. А боимся почему спросить? Потому что думаем, что будем выглядеть не очень умными. На самом деле это заблуждение. Чем больше вы спрашиваете, чем больше вы раскрываете тех непонятных слов, которые написаны в книге, написаны в учебнике, тем больше информации вы получаете. Значит, более качественный ответ вы сможете дать на уроке, и значит, больше и качественной информации вы будете обладать вообще по жизни. Следующий шаг, девятый. Необходимо иметь амбиции. Почему часть людей в жизни говорит, вот у меня ничего не получается, у других получается гораздо лучше, чем у меня, все потому, что у человека нет амбиции. У кого, поднимите руки, у кого есть амбиции добиться высоких результатов жизни? Так мало? Я думал, что сейчас все поднимут руки для того, чтобы в жизни добиться большего. Амбиция – это то свойство человека, которое заставляет нас, несмотря ни на что, добиваться поставленной цели. Неважно, дождь, снег, жара, мы все равно, скрипя зубами, пускай даже ползком, но мы идем и добиваемся своей поставленной цели. Да, вот, девочки, дайте, пожалуйста, микрофон. Я хожу на восточные танцы, и я один раз выступила и заняла седьмое место. Я пришла домой и сказала маме, что я ничего не умею, и что я выступила хуже всех. И мама мне сказала, чтобы я не расстраивалась, и просто хотела победить, и поставила себе такую цель. Молодец, у тебя мама, она заслуживает аплодисментов. И вот еще рядом у нас молодой человек. Родители, они всегда должны поддерживать своих детей. Несмотря на то, что какое место бы вы не заняли на соревнованиях, на олимпиаде, на конкурсе, всегда для вас основной опорой – это будут ваши родители. И не надо воспринимать штыки, когда родители что-то вам говорят, а вы думаете, что вы лучше знаете, чем ваши родители. На самом деле вы заблуждаетесь. Родители больше знают, чем вы. Поэтому всегда надо прислушиваться к советам своих родителей. Да. Меня родители всегда отправляют на всякие конкурсы, олимпиады и так далее. И во многих я выигрываю. И горжусь этим очень. Молодец. Это хорошо, когда есть победа и есть чем гордиться. А вот мне запомнилось, вот несколько человек сказали о том, что у нас есть те в классе или в школе, кто не учит уроки, но они получают пятерки. Вот что вы на это скажете? Наверное, такие люди есть, кто не учат, и у них как-то легко получается. Видимо, это уже на генетическом уровне дано заранее. Но это же не говорит о том, что если сейчас у них все хорошо получается, у них и дальше будет хорошо получаться. А почему дальше может не получиться? Дальше может не получиться по очень простой причине, что они берут только поверхностно. То есть они взяли тот материал, который необходимо быстро-быстро рассказать на уроке, не погружаясь во всю суть данного предмета или данной темы. И это как ком начинает нарастать-нарастать. Как показывает практика, в основном те, кто быстро-быстро делает домашние задания перед уроками, а потом, скажем так, не погружаются в основную часть и сути домашнего задания, это бывает класса до шестого. А потом начинаются большие-большие проблемы. Поэтому домашнее задание надо делать всегда, и надо делать его качественно. И надо, если что-то непонятно, всегда спрашивать или родителей, или учителей, для того, чтобы потом вы смогли правильно и четко рассказать то, что вам было задано. Вот даже очень много психологов в последнее время говорят, что те дети, которые в школе были отличниками, в жизни не всегда у них все складывается хорошо. Почему? Потому что, когда у них идет все по накатанной, у них все хорошо получается, они становятся лучшими в классе, они начинают лениться. И есть троечники и ударники, которые ставят перед собой цель и амбиции для того, чтобы добиться в жизни большего. Они начинают больше читать, они начинают посещать какие-то дополнительные курсы. Вот даже посмотрите, вот сегодня воскресенье, в 10 часов утра сколько замечательных, хороших, одаренных детей пришло сюда для того, чтобы послушать лекции. Это же ведь тоже надо собраться, надо настроиться, прийти. И самое главное то, что вместе с детьми приходят родители. Это заинтересованность всех, и родителей, и детей. Это большой плюс. И я думаю, что вы должны сами себе поаплодировать, что вы молодцы, что вы ставите перед собой цель, вы идете к этой цели, вы хотите учиться, получать знания. Это самое главное для достижения и становления успешной личности в будущем. И последний, десятый шаг, для того, чтобы стать более успешной личностью. Успех нужно заработать. А как его можно заработать? Его можно заработать несколькими вещами. Это, во-первых, учиться. Учиться очень много. Учиться качественно. Работать. Не останавливаться на достигнутом. И самое главное, ставить перед собой как можно больше новых и замечательных целей, которые принесут вам в дальнейшем успехи. А самое главное, что в будущем вы сами станете успешными людьми. Спасибо. Если есть вопросы, давайте поплодируем Алексею Владимировичу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин